Всем привет, с вами Влад, это видео поигрел с Деннур Сурвайвл. И это видео по рубрике от Бомжа до Про, в которой я заново развиваюсь в Секторе 7. Погнали! Первым делом забираю бесплатную воду, а также консервы. Еще мне нужно кое-что с почты взять, потому что вот, например, обмотки скоро пропадут, ну и поэтому я их забрал. Так, а что же выпадет из ежедневного подарка? Ну давайте посмотрим. Посмотрим. Так, уголь. Всего лишь-то три штучки, такое себе. Тут даже рюкзак неон продается, но его нет смысла покупать, потому что его можно выбить в этом обновлении. Опа, контракт сверхприбыль. Я сразу же беру этот контракт, потому что знаю, что у меня купили какой-то там ресурс, даже два ресурса. Это изолента, а также клей. Забираю абсолютно все корешки, хорошо, и теперь бегу забирать награду за контракт. Так, завершить. И тысячи талонов мои. Здесь есть контракт потерянные вещи, и почему бы его не взять? Этот контракт довольно-таки легкий, поэтому я отправляюсь в рандомную квартиру. Так, я утаю какой-то, блин, кошачий ладок или что это вообще такое? Плюс 15 облигаций. Ну ок. Так, ребят, забираю награду. 500 талонов мои. И что у нас еще там по контрактам? Я, наверное, возьму контракт по магазинам и разведку. Но выполню я их чуть-чуть попозже. Сейчас я захожу на почту и беру известняк. Так, хорошо. И прямо сейчас я бегу в мастерскую и ложу этот известняк в камнерезку. Здесь у нас будут делаться каменные блоки. Дальше что у нас здесь? Железные слитки. И тут уже, кстати, сделался дуб. Это, конечно, все хорошо, но прямо сейчас мне нужно достать из личного хранилища дерево, а также железную руду, чтобы сделать из них железные слитки. Ага, здесь надо продлевать. Ну окей, давайте продлим. В принципе, у меня корешки есть. Подтвердить. И все, ребят. Хранилище у меня есть, поэтому я слаживаю все вот эти ресурсы, которые у меня есть в инвентаре. И теперь мне нужно найти дерево, а также железную руду. Сколько, конечно, у меня ягод, это жесть. Ладно, давайте я уже заберу дерево. Хорошо, и, конечно же, железную руду. Стоп, походу у меня ее вообще нет, только две штучки, блин. Да уж, конечно, вот это мне не повезло. Но, по-моему, если я не ошибаюсь, у меня есть еще железная руда на почте. Да, ребят, я вспомнила, она у меня есть на почте, но давайте я положу вот сюда бревна и вот сюда вот. Отлично. Теперь захожу на почту. И здесь я, конечно же, беру железную руду. Забрать. И теперь этот стак железной руды я ложу в плавильню. И уже через некоторое время я оттуда заберу готовые слитки. Ну, а пока я отправляюсь в торговый район, чтобы выполнить контракты. Забираю награду. Сколько я там получил? 750 талонов. Нормально, нормально. Кстати, ребят, хочу обменяться со своим соклановцем. Он мне дает 100 железных слитков, а я ему револьвер. Я уже, в принципе, готов, и мы можем обмениваться ресурсами. Я готов. Там мне Димон писал тоже, мой соклановец, то, что он меня может кинуть, и чтобы он кидал железные слитки первым. Но я думаю, восьмерка меня не кинет, потому что он как бы уже долгое время находится в клане. И вообще, это норм. Чел, восьмерка. Я ложу револьвер. Все, отлично. Я написал это сообщение. Теперь захожу в личное хранилище. Беру револьвер и ложу его в клановое хранилище. Только здесь очень много копий. Но я их отсюда вылаживаю и теперь ложу револьвер. Восьмерка там что-то печатает. Ну, я ему как бы положил. Давайте напишем, держи. Так, все окей. Ну, я думаю, он меня 100% не кинет и все пройдет гладко. Так, окей, захожу в клановое хранилище. И да, он уже положил 100 железных слитков. Все, как видите, отлично. И он меня не кинул. Но все же, ребят, если вы хотите обменяться с каким-то незнакомым человеком, то лучше перестрахуйтесь и попросите его, чтобы он первый положил ресурсы. Так вас точно никто не кинет. Да, давайте я ему сейчас напишу, что не кинул он меня. Потому что, ну, реально, восьмерка, если я не ошибаюсь, когда-то мне давал ресурсы для уровня бизнеса. Мы с ним вместе играли, да и, в принципе, он нормальный чел. Поэтому вот как-то так. Спасибо. 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 Выложил я, значит, ресурсы на свою лавку, начинаю распродажу. И сейчас начнется... Распродажа на Алиэкспресс, на Алиэкспресс, только на Алиэкспресс. Что-то как-то у меня никто ничего не покупает. Опа, изоленту купили. Повезло, повезло забрать все, и я бегу забирать награду за выполненный контракт. Не так, конечно, много талонов, 20 штук, но да ладно. В плавильне уже появились три слитка, здесь четыре каменных блока, а в плотницком столу у нас что? Три доски, ну, скоро появится четвертая. Окей, прямо сейчас я бегу к своему личному хранилищу, чтобы взять доски. А для чего мне нужны доски? Так все просто, с помощью них я переплавлю обычную руду в железные слитки. Тут у нас камнерезка, но это понятно. Так, а вот в плавильную нужно положить доски, все отлично. Влад, а у тебя есть руда? Ну, конечно, есть. Да, тебе сколько? Все, ребят, я спросил у восьмерки, сколько ему именно нужно железной руды. У меня на почте есть целых 40 штук, но я ему дам 100, потому что мне как бы тоже железная руда нужна всего-то побольше, у меня много угля, могу переплавить. Круто, конечно, у восьмерки есть уголь, а у меня его вообще мало. Да уж, конечно. Могу с так железной руды дать, сойдет? И жду ответа восьмерки. Если что, я слитком, который переплавляют, не могу торговать, и я дам тебе сразу. Ну, окей. Восьмерка по-прежнему что-то печатает. Так, хорошо. Ну, хотя бы что-то. Окей, хорошо, тогда я подхожу сюда, клановое хранилище и уложу железную руду. Опа, вы видели там клейбл? Я, конечно, заберу, потому что клей мне в будущем понадобится для уровня бизнеса. А также, если я захочу скрафтить, например, какую-то там улучшенную броню. Значит, ребят, я взял контракты, и прямо сейчас я выйду на глобальную карту. Посмотрим, что у нас там за локации. Каменные предгория. Ну, я думаю, эта локация подойдет, чтобы выполнить контракт под названием «Зачистка», в котором нужно убить 10 бегунов. Я зашел на эту локацию, ну, и я, конечно же, буду зачищать ее, а также буду выполнять контракты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Короче, ребят, кое-как зачистил эту локацию от зомбарей. И теперь уже можно идти домой. Я дома, ну и давайте заберем награду за контракт. Завершить и 500 талонов мои. Так, стоп. Не понял. А че такая долгая загрузка? Эм, соединение потеряно. Да у меня нормальный интернет, какая еще ошибка? Завершить. А че не завершается? Че за фигня? Соединение потеряно. Да-да-да-да-да, я знаю, какое соединение потеряно. Чтобы вы понимали, я рядом с роутером сижу, какая еще может быть ошибка и соединение потеряно. Че это за фигня просто? Эм, как я телепортировался? Ну, ладно. Наконец-то я забрал награду за контракт. Я уже думал, никогда ее не заберу. Теперь я как бы взял контракт мастера на все руки и только сейчас он появился. Ну, че это за баги кратера? У меня все должно быть хорошо и без лагов и багов. Но я почему-то куда-то телепортируюсь. И у меня очень плохое соединение с интернетом. Пожалуйста, только не залагай. Вот блин, зачем я это сказал? Он залагал. Что просто происходит? Дайте зайти в личное хранилище. Фух. Сложить все? Ну? Фух. Хотя бы ресурсы без лагов сложились. Хоть что-то радует. Теперь давайте я переделаю ягоды в компот. Сюда и сюда. Опять что ли залагала? А, все, теперь нормально. Только мне стоило сказать, как все нормально, так опять соединение потеряно. Вот объясните мне, почему у меня Лас-Дей лагает, если у меня нормальное должно быть соединение, и я рядом с роутером сижу? Дайте хотя бы помыться нормально. У меня опять все залагало. Ну, понятно. Эм, чего? Я телепортировался куда-то, непонятно. Это вообще как произошло? Погой, старки! Надеюсь, хотя бы сейчас я смогу нормально помыться. Принять душ. Все, вроде бы все проходит без лагов. О, повезло, повезло. Вот, ребят, я не знаю, у меня у одного такие баги, или что это вообще такое происходит? Кстати, возможно, проводятся какие-то технические работы прямо сейчас в игре, и поэтому у меня лагает, но, блин. Вроде разработчики не планировали никаких тех перерывов. Как-то странно. Окей, ладно, вроде бы лагать так сильно перестало. Давайте я лучше выполню контракт мастер на все руки. На почте у меня там была ткань, если я не ошибаюсь. Да, целых 42 еще у меня есть куска ткани. Захожу прямо сейчас в крафты, и, конечно же, крафчу бинты. И после того, как я скрафчу эти бинты, мне нужно будет еще скрафтить два предмета. Ага, то есть у меня еще есть ткань на почте, и поэтому я смогу выполнить этот контракт. Повезло, повезло. Так, забирай куски ткани, хорошо. Теперь, конечно же, захожу в крафты и крафчу оставшиеся бинты. Так, все, я выполнил контракт и забираю награду. 300 талонов мои. И снова появился этот контракт мастер на все руки. Окей, крафчу раз бинт. Два бинт. И теперь, знаете что, я бы сейчас скрафтил копья, если у меня, конечно, есть дерево. В личном хранилище его нет, но вообще у меня в инвентаре есть пять штук. Одно копье я уже скрафтил. Сложивал прямо сейчас все оружие в первое хранилище, только вот весло я не смогу сложить, потому что уже в первом хранилище нет места. Но это не так важно. Важно то, что я просто не смогу, наверное, сейчас выполнить контракт. Хотя, стоп, у меня же есть еще куски ткани на почте. Фух, я уже подумала, я зря ресурсы крафтил. Хорошо, что я относительно недавно все-таки зачищал локации за провиант, а точнее за готовые обеды. Потому что если бы я этого не сделал, то у меня было бы намного меньше ресурсов, чем сейчас. Ладно, давайте я уже заберу награду. Так, всего лишь-то 50 палончиков, но да ладно. У меня в инвентаре остались еще ресурсы, их нужно обязательно сложить в личное хранилище, потому что когда я пойду на какую-то локацию, у меня просто-напросто может не хватить места для ресурсов, которые будут на той или иной локации. Так, ребят, мне же нужно еще одеть своего персонажа, потому что на локации каменной предгорье он потерял всю броню. Все, вот так-то лучше, ребят. И все, что мне остается сейчас сделать, это просто ждать конца турнира. Так как мне нужно выполнить контракт. Ну, наконец-то, турнир завершился. Получаю 150 талонов с турнира, а также 250 талонов с контракта. А на этом моменте мой видеоролик подходит к концу. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой ютуб канал, отправлять данное видео другу. Не забывайте обязательно включать колокольчик. Ну, а с вами, как обычно, был Влад и всем пока-пока.